В эфире ежедневный спортивный обзор. В ближайшие 5 минут только самые интересные новости из мира спорта. В студии Кристина Лата. Здравствуйте! Вдохновить собственным примером. Не так давно вернувшаяся из знойной Бразилии новосибирская пловчиха Наталья Ловцова провела олимпийский урок для своих юных коллег. Спортсменка рассказала о том, как пришла в спорт, что происходило на Олимпиаде в Рио от первого лица, а также дала несколько ценных советов, как добиться вершин в спорте. На встрече с Натальей побывали и наши корреспонденты. Олимпийский урок прошел в бассейне «Олимпик». Пообщаться с участницей двух олимпиад пришли полсотни начинающих пловцов. Сначала, конечно же, вопросы о Рио. И один из самых главных – как Наталья справилась со стрессом. Ведь из-за допингового скандала ее допустили до участия лишь за несколько часов до стартов. Для меня комфортно за определенное время прыгнуть в воду для разминки, выйти, чтобы было небольшое количество времени, одеть гидрокостюм за определенное время, минут за 15 до старта. Потом прийти, минут 10-15, так, 10 у меня остается на разминку. Потом минуты за 2-3 одеть шапочку. У меня нет времени, чтобы я просто сидела, вот просто сидела и думала, что вот мне плыть, мне плыть, мне плыть. Общение длится больше получаса, и вопросы все не заканчиваются. Спрашивают обо всем. Как Наталья пришла в плавание, как тренируется, что ест. После автограф и фотосессия. Без подписи чемпионки и снимка на память не ушел никто, но все-таки главное – эмоции. Мне понравилось, как она рассказывала, как было в Рио, какие дистанции плыла, как надо питаться правильно. Ну и я сама буду следовать тем советам, которые она сказала всем. Что никогда не надо сдаваться. Если тебе сложно, надо плыть дальше. Стремиться к цели и к победе. Я очень рада, что она вообще потратила свое время, что приехала к нам в бассейн. И она вот нам столько много советов рассказала. Я теперь буду пользоваться советами, то, что есть и пить поменьше неполезной еды. Есть побольше, правильно питаться. Ну и побольше отдыхать, наверное, после тренировок. Встреча понравилась. Я желаю удачи Наталье и чтобы она добивалась больших успехов в спорте. Сама Наталья верит, что именно благодаря таким встречам появляются олимпийские чемпионы. Пловчиха знает это на собственном примере. У нас была пловчиха яицкая. Она не показала, как и я, высоких результатов, не достигла медалей. Но она когда приезжала, я на нее смотрела, думаю, блин, я же тоже так могу. То есть раз она смогла в нашем бассейне, то и я смогу. И, конечно же, начинала. Ну все, как говорят, начинаем с понедельника. Видимо, начинаем с этих встреч. Этот олимпийский урок второй для Натальи. И она готова встречаться с юными спортсменами и впредь. Тем более, что после Олимпиады тренировочный режим у нее не такой изнуряющий. Ну я так чуть-чуть отдыхаю. Конечно, с семьей это отдых. Я тренируюсь по одной тренировке. Ну, плаваю по чуть-чуть. Потому что сейчас 3-го числа уже этап Кубка Мира. Ну, не знаю, какой там результат покажу. Потому что, сами понимаете, приехал, ничего не делаю. Как бы так. Ну, надеюсь поддержать свою форму. Хоть на определенном уровне выступить. Первый барьер пройден. Футболисты Сибири одержали победу над Тюменью в 1-32 Кубка России. Вышли в следующий раунд. Исход матча решил единственный мяч, забитый под занавес встречи. На Кубковый матч Сибирь вышла в усеченном составе. Были заявлены всего 16 футболистов. К тому же, играть пришлось непривычно раннее время. Час дня, да еще и при 30-градусной жаре. Все дело в том, что Тюмень проводит домашний матч в соседнем Челябинске из-за плохого состояния собственного поля. Встреча не радовала опасными моментами. Единственный мяч, который оказался победным, был забит на 74-й минуте. Его автором стал Максим Вотинов. Пока лучший мобордир Сибири. В 1-16 финала болельщиков ждет Сибирское дерби. Жребий вновь свел в Сибири Томь в этом сезоне, выступающий в Премьер-лиге. А вот что по этому поводу сказал игрок Орлов Алексей Гладышев в интервью пресс-службе футбольного клуба. Победа – это уже хорошо. Веселение хорошее. Только вот погода жарко была. Конечно, нужно было, чтобы нам хотя бы сделали водопой, хотя бы немного. Ну, и так, что выиграли, и то хорошо. Так что всех победы болельщиков наших. И мы будем, сейчас приезжает Томск, наш сам принципиальный соперник, и мы дадим им бой в Новосибирске. Другим новостям. В мини-футбольном Сибиряке пополнение состав команды пополнил защитник Ильдар Нугуманов. За плечами Нугуманова выступление за Тюмени – столичный клуб КПРФ. Последние два сезона футболист играл за подмосковное «Динамо». В составе белых-голубых 28-летний защитник стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Ильдар Нугуманов входил в состав сборной и в 2012 году стал серебряным призером чемпионата Европы. Игрок будет выступать под 15-м номером и примет участие в предстоящих сборах команды. Напомню, сезон в мини-футбольной суперлиге уже стартовал, позади два тура. Сибиряк уже провел матчи с «Динамо» и «Новой генерацией». После четырех матчей занимает вторую строчку турнирной таблицы. Сейчас в чемпионате перерыв связан с подготовкой национальной сборной к чемпионату мира. В продолжении футбольной темы гол легионера Сибиряка вошел в пятерку лучших за второй тур российской суперлиги. Рейтинг составил спортивный портал «Футбол-ревью». Семи Сойоти отличился во втором матче с «Новой генерацией». Жоан дал диагональный пас и Сойоти, перекинув вратаря, отправил мяч в дальнюю девятку. Напомню, два домашних матча против сыктывкарцев остались за Сибиряком – 7-6 и 6-2. Следующий матч Сибиряк проведет только 8 и 9 октября и сыграет на выезде с «Газпром-югрой». А на сегодня у меня все. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных спортивных новостей. До встречи!